Добрый день, друзья! Меня зовут Галина. Мой блог «Открываем пространство» приглашает вас поговорить о жемчужине города Твери, императорском путевом дворце. Всего лишь 1 час 37 минут, и вы в Твери. Как говорят, муж в дверь, а жена в дверь. Моя личная история, как ни странно, связана с путевым и теперь уже императорским дворцом. Надеюсь, это покажется вам необычным и интересным. Я жила с моими родителями и сестрой в центре города Твери, в доме на Новоторжской улице 17. Раньше эта улица называлась улицей Правды. Мои недавние изыскания показывают, что это исторический дом, так называемая городская усадьба. Проекта 1760 года. Стиль от барокко-классицизма. В 1872 году принадлежал коллежский ассессор Шикаль, а в конце XIX века двум хозяевам – Зиновьеву и Богданову. В 1962 году в одной из квартир поселилась наша семья. Все мое детство прошло в доме, который находился на одной линии с путевым. И как мы сейчас его называем – императорским дворцом. Необычно звучит, правда? Мое детство прошло в велосипедных и пеших прогулках по набережной реки Волги. От нашего дома до дворца и обратно. Сад дворца тогда не был огорожен, и смелые подростки пролезали через дыры в ограде. Вы видите сейчас уже те же комнаты, где мы жили, а сейчас они заняты тематическим рестораном Манин. Императорский дворец – это самое значительное произведение зодчества в Твери. Его появление относит ко второй половине XVIII-XIX веков. Здесь проявили свои дарования. В XVIII веке архитектор Петр Романович Никитин, а ему помогали Петр Иванович Обухов и Матвей Федорович Казаков, впоследствии очень знаменитый архитектор. В 1764 году было начато строительство дворца, а в 1767 году уже было готово новое здание для пребывания Екатерины II в предстоящих путешествиях по России. Павильоны на торцах здания были построены в 1778 году. В западном павильоне осветили Екатерининскую церковь. Вход на парадном фасаде дворца ведет в вестибюль с двумя рядами колонны. Над вестибюлем парадный зал, вытянутый вдоль фасадов. Помещения по внешней стороне дворца связаны анфиладами. Ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов помещений. Дворов градостроительных пространств, проемы которых расположены на одной продольной оси. Окнами дворовых фасадов освещены длинные коридоры перехода. Мебель для дворца изготовили в знаменитой петербургской мастерской Франца-Груссе. Резной деревянный коностас церкви Екатерины был сделан по эскизам Карла Росси и мастера Базетти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцатый век. В самом начале девятнадцатого века дворец превращается в резиденцию принца Георга Альденбургского, генерала-губернатора Тверского, Новгородского и Ярославского. Он был директором главного управления путей сообщения. Для принца и его супруги, великой княгиней Екатерины Павловны, дворец переделывал Росси с помощником Баве и Дылдиным. Здесь мы видим образцы иконописной живописи Тверской школы. Тверской губернский архитектор Иван Федорович Львов в 1838-1839 годах построил Галптвахту. Тогда путевой дворец принадлежал военному ведомству, а ранее – удельному ведомству. Период с 1864 по 1871 связан с именем архитектора Александра Ивановича Рязанова. Он провел ряд архитектурных работ, чтобы усилить впечатление от дворца богатства, подчеркнув наличие некоего стиля. Он это сделал незаметно и тонко. Здесь мы видим результаты его преобразований. Кстати, он был также архитектором Храма Христа Спасителя в Москве. С 1898 года дворец стал резиденцией Тверского губернатора. В видео представлены интерьеры императорского дворца, предметы искусства, мебель, коллекции живописи различных направлений, керамика и многое другое. Современные реставрационные работы были завершены в 2012 году. Интерьеры залов связаны с именем архитектора Александра Ивановича Рязанова. Масонские орнаменты мы находим и здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обязательно посетите Оранжерею. Для городов нашей полосы это нечто особенное и чарующее. Можете посмотреть небольшой клип. Но само здание Оранжереи после перестройки Александром Ивановичем Рязановым потеряло свою специфику. Стало просто парковым павильоном. Из парка вы можете увидеть старый мост и вид над Заволжьем. Сейчас здесь проводятся выставки современного искусства. Тверь как город богатой и очень специальной планировкой центральных улиц. Смотрите и любуйтесь вечерней атмосферой. Но это уже другая тема. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Смотрите продолжение в следующей части.